Привет, мои хорошие! Начинаем новый влог. Мы домой только приехали, время у нас уже 9 часов вечера. Мы ездили ознакомить Лерку с прабабушкой, с прадедушкой, ехать в деревню 3-3,5 часа в Браевский район. Побыли там часик 3, приехали туда, погода жаркая. Мы заезжали в лес и оказывается там были грибы. Сейчас весь лес усыпан масленками, и я обрадовалась, потому что я обожаю жареные грибы. И мы взяли маму Игоря и поехали в лес. Там елки как раз, там нет никаких там кустов. Вообще это классно, шишки везде и везде вот эти вот маслята прям кучами. Набрали целое ведро, я еще половину с мамой поделилась. Лерка вообще так хорошо на всех отреагировала, смеялась, улыбалась. Там еще другие бабушки, соседки подходили, ее на руки брали, тискали. Вообще я удивилась, я думала она плакать будет. Она так классно себя вела. У меня кушать ничего сейчас дома нет, приехали от мамы, она там дала нам помидорки, огурчики. Мы еще брали мою сестренку, она мне помогала нянчиться. Вот, и сейчас покажу, что взяли. Короче, в Ермолино наши любимые тушенки. Вот такие вот девочки обалденные. У кого есть магазин Ермолино, попробуйте. Мы уже что только не перепробовали, мы обожаем просто макароны с тушенкой. И как бы тушенка у нас всегда на всякий случай должна быть дома постоянно, чтобы быстренько приготовить. И муж у меня просто обожает ее, и вот в Ермолино она просто обалденная. И еще берем там всегда слоеное тесто, с которым я готовлю Наполеон, потому что у многих он не поднимается. Здесь бездрожжевое тесто слоеное. Завтра будут слойки с повидлом, с вареньем я беру делать. Взяли две пачки пельмени ермолинские с говядиной тоже всегда берем. Прям идеально вкусные, мясо классное, тесто не разваривается. Кстати, многие спрашивали, что я сделала все-таки с пюрешками. Я их заморозила. Мне одна мамочка посоветовала, чтобы я закинула их в морозилку. Если что, когда Лерка вырастет, я ей буду готовить супчики и добавлять как раз вот эти пюрешки. Посмотрим. Ну жалко, потому что выкидывать. Вот так вот. Видите, у нас в огороде уже куча у мамы. Смотрите, сколько помидорок. Я половину буду замораживать, если в подлив куда-то добавлять потом. Вот. И сегодня, кстати, у нас была вот фрута няни кабачок. Уже сегодня три ложки она съела. Вообще все хорошо, ничего не плюется. Но вот фрута няни мне показалось уже погуще. Вроде бы как. Все. Завтра уже, я не помню, сколько еще не смотрела. Завтра кушаем и также замораживаем. Это, наверное, самая крутая колбаса. Тоже очень-очень вкусная. Стараемся только ее брать. Сегодня взяли по скидке. Один плюс один. Каждая за 99, что ли, вышла. Вообще здорово. Так, по-моему, если одну брать, 200 рублей выходит. Безумно вкусная. Классическую всегда берем. Особенно девчонки на окрошку. Отлично будет. Так. Ну и на конец недели я взяла цветную капусту бабушкину лукошку. Я не стала брать брокколи, потому что многие пишут, короче, детки не берут. Эй. Пупс. Бабушкину лукошку типа... Ой. Цветная капуста легенькая. Сегодня новая умелка, когда мы приехали в деревню. Она, короче, рыбку изображает. Вот так делает. Долго-долго. Мы так смеялись сегодня вообще. Да? Сейчас уже капризничать начала, наверное, устала в дороге. Но мы с ней вместе спали всю дорогу. Вот так классно. У меня голова, потому что целый день болела. Я две таблетки выпила. И, наконец-то, в машине уснула. Вот, смотрите, наши грибочки. Там вообще просто их море было. Мы собирали прям самые маленькие такие вот. И они прям вот очень мысленистые были, мокрые. А есть большие. Ну, видите, короче, у них шляп... Ножки, короче, все погрызанные. И мы их не стали брать. Взяли прям такие молоденькие-молоденькие. И завтра все это в ванне буду перемывать, чистить. И с картошечкой пожарим. И, кстати, насчет макарошек тоже. Мы раньше всегда брали борелла в пятерочке. Она вообще потому что постоянно были по акции. В коробке макарошки были. Сейчас... Тогда тоже по акции они были. И мы решили взять, попробовать. И они такие вкусные оказались. Тесто вот прям у них такое не переваривается. Но вид у них только вот такой вот. Какой-то непонятный, видите. Ну, ничего, нам нравится. Я вот варю 7 минут. Очень вкусные. Попробуйте. На замену борелли. Максла я тоже люблю. Но так, временами беру. Все равно, мне кажется, сейчас уже у них качество как будто хуже стало. Вот, девчонки, смотрите, сколько здесь мяса. Тут вообще никаких нет прожилок. Никакого жира, чисто говяжье мясо. Очень прям вкусное. И раньше мы его разделяли, а сейчас оставляем прям кусками. И вообще мы бы прям ложками бы ели с самой упаковки. Но как бы цена не такая бюджетная. Все, теперь перекладываем сюда вареные макароны. Макароны я варю не до конца, чтобы они еще вот в этом соке от мяса, в жире немножко поварились. Потушились, и тогда получается вообще отлично. Куски прям такие сочные, смотрите. Так что всем приятного аппетита. Сейчас еще салатик с помидорами, с огурцами сделаю. И вообще будет отлично. Всем доброе утро. Вчера называется обрадовалась. У меня не было никаких следов от грибов. Как вы знаете, масленки оставляют вот это вот. Я сейчас просто офигела. Капец. Что теперь делать? Девчонки, напишите, чем можно отмыть? Ну это же вот как теперь так ходить? У меня в церковь скоро ехать, а тут такое вот. Жесть. Лера, Лера, Лера. Кто у нас тут? Кто тут такой лежит? Кто такой лежит? Вот кто у нас тут лежит? Сейчас маме позвонила моя медсестра Веркина. Вот. И сказала нам записаться на вторник. Ей опять нужно делать прививку. Звеситься нужно. Они, наверное, про прикорм будут спрашивать. Вот. Так мне хочется прям ее на эту прививку ввести. А еще знаете какой минус? У нас в больнице пускают только одного родителя. И я просто без сил уже ее на руках там держу. Капец. С Игорем было бы проще, но вот видите, не пускают. Вообще так неудобно. Да. Записались на 11 число. На 10 часов, по-моему. Так что Игоря с работы после ночи дождемся и поедем. Так. У меня пока разогревается пюрешка. У нас сегодня также кабачок. У нас сегодня четвертый день. И мы будем давать уже целых 7 ложек. Так что обязательно отсниму. Покажу вам, как она будет кушать. Всего. Сейчас надо начинать заниматься грибами. Пока Леркина пюрешка там согревается. А я ее положила в теплую водичку. Вот. Буду промывать все грибы. И мама говорит, нужно ножиком чистить шапочки. Чтобы они горькие, короче, не были. Взяла перчатки, чтобы больше не было вот такого вот. Вот. Лерка готова вроде как. Так что будем начинать. Ну что, давай кушать. Ой, какая молодец. Что, невкусная? Нет, фрута няня невкусная. А мне показалось, она вкуснее. Что, облизывай, конечно. Облизывай. Мое солнышко. Какая у меня, друзья, молодец. Какая ты молодец. Да. А еще. Ой, какая молодец. Ничего себе. ты кушаешь. А еще. Как Лера кушает. Ой, какая молодец. Да. Ой. 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 Полетели, 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 полетели. Ааа. Хе-хе-хе-хе. Ммм. Как вкусно. Ням-ням-ням. Ммм. Как вкусно. ты мой попсичек она немножко вот погуще чем гербер третья ложечка 2 3 ложечка ничего себе как ты кушаешь ух ты какая молодец все на тебя смотрят а а ой какая у нить не пишите мне злобные комментарии все-таки это наш первый прикорм и у меня и у нее писяки мы привыкнем привыкнем главное что у нее прям сильного отвращения нету а вертолетик все малютик открывай открывай ой какая грязная все да ося смыться пойдем может быть кому то будет интересно я хочу продать свое зеркало это зеркало икея по моему покупали около 1000 рублей его сейчас почему-то нет в ассортименте икея походу его убрали вообще вот и просто она мне постоянно здесь шкафу лежит и я им не пользуюсь мне я хочу подойти к зеркалу в ванной или в коридоре и накраситься у меня нет туалет туалетного столика чтобы вот такая вот красота там стояла и я продам за 699 рукой за 599 рублей своим девчонкам из моего города уфа вот потому что по почте я боюсь отправлять зеркала еще не дойдет здесь не дай бог и в подарок отдам вот такие вот две повязочки на голову серенькая и красненькая вот вот такая вот у нее подставочка очень красивая так что у кого туалетные столики есть пишите в комментариях либо мне ватсап ссылка есть номер под видео можете написать если что нахожусь я в кириллово самовывоз вот девочки у меня сегодня праздник меня подключили к партнерской программе youtube вы не понимаете что это значит для меня я начала вести канал 6 апреля и поставила себе цель очень короткую что я за четыре месяца добьюсь монетизации подключение к монетизации youtube чтобы видео приносили мне доход чтобы я не снимала просто так чтобы у меня был стимул чтобы я не тратила просто так время и если бы не девочки с инстаграма и вообще многие вас без вас бы не было этой этого подключения вам огромное спасибо хочу сказать спасибо что смотрите меня комментируете у меня наверное самая теплая аудитория мне за все эти четыре месяца написали наверно только два гневных комментарий это это какие-то левые люди которые случайно попали ко мне на страничку и я так вас люблю безумно спасибо что остаетесь и смотрите мои видео я так уже со многими подружилась мне даже уже на youtube стало приятнее заходить чем instagram кто не знал то что нужно для подключения к монетизации набрать 4000 часов просмотров это нереальные цифры они очень долго набираются если бы некоторые видео не попали в топ то я бы очень долго набирала их и конечно же это подписчики подписчики тоже половина пришли с инстаграма все меня поддерживают и вообще я вчера уже позавчера я набрала вечером 1000 подписчиков и вчера позавчера ночью я отправила заявку то что у меня все всего я набрала я готова к подключению вот мне где-то около шести часов одобряли подклюну мои данные там нужно подключить программу чтобы был доход вот мне его одобрили и вчера я уже подала заявку мне его мне ее одобряли и сейчас мне пришел ответ и у меня везде теперь там под каждым видео будет писаться какого у меня дохода не думайте то что я буду зарабатывать капец какие деньги за 1000 просмотров коммерческих рекламных дарит говорю дают только платит 1 доллар так что вы не думаете то что я стану меня верши какой-то просто это большой шаг к развитию моего канала я буду стремиться к большему что по копеечке по копеечке мы наберем кстати снимать деньги тоже можно только когда наберется 100 долларов у меня здесь все идет полным ходом начинаю очищать потихоньку нелегко но я ожидала что будет хуже будем потихонечку по тарелочке так чистить и чистить и чистить целый день потом буду все замораживать сегодня готовить не буду потому что что много всего кушать есть вот все заморожу не девочка сказала то что лучше не нужно было опускать воду ну блин теперь буду учиться на ошибках своих все-таки первого опыта у меня работа с грибами долго я не могу одним делом заниматься меня прям трещет уже все короче я почистил наверно половину порезала все вот такой пакетик у меня еще осталось столько же но остались уже поменьше так что с ним придется повозиться я пока достала тесто может быть слойки быстренько закину с повидлом сделаю и попозже еще начну чистить еще такой же мешочек сделан они еще уварятся как раз ужарится их вообще мало будет как раз нам с игорем хватит одного мешочка пожарить так сейчас в морозилку этот вообще бардак полный ну ладно сегодня повозимся завтра уже отдыхать будем сделала дома слойки уже с повидлом со смородины как раз варенье со смородины было и она там такая крупная там была вот сделала слойки и надо как-то сейчас лерку спать и уложить потому что у меня там такой бардак остался кстати у нас уже положили второй слой асфальта и теперь можно думать насчет купить ли лерке машинку вот эту электрическую на день рождения как бы у нее 2 февраля день рождения ну и в мае уже например можно будет катать ее либо навесной купить потому что мы как бы откладывали в этот вариант у нас дорог не было а сейчас асфальт так что пишите как вообще ваши детки катались в этих машинках или нет электричества тут тоже на улице около 30-32 градусов невозможно вот она кстати на асфальте у меня вообще не спит только когда выйдем на плохую дорогу она ушнет чтобы еще раз я связалась с этими грибами время у нас уже пол шестого я только закончил эту половину выбросила потому что они вообще маленькие мариновать их не буду короче два пакета заморозила нарезала чистила все вот эти вот штуки корочку с них и еще лерку еще не могу уложить я хожу по полчаса она поспит и все уже три раза и укладывала на улице потому что жара вот она и не спит ой короче у меня все здесь перемывать надо я тут еще вот слойки делал тоже мыть надо пол опять заново мыть надо потому что все и в муке и в грибах и надо перчатки от этих грибов одевать лерка орет эти перчатки опять снимать одевать вообще жесть ужасный день сегодня я встала хочу уже помыть посуду все отмыть сесть чай попить и ноутбук сюда принесла посмотрите что-то как там в этом ютюбе так что на сегодня все спасибо что были с нами всех очень вас люблю всем пока пока